добрый день мои дорогие зрители первым долгом хочу поблагодарить всех кто смотрит мои видео также хочу поблагодарить новых подписчиков за последние дни число подписчиков у меня значительно выросла и хочу вам сказать большое спасибо друзья я вчера сделала прививку от коронавируса сняла видео когда я ехала на машине вы посмотрите это видео вчерашнее и немного покатаемся по улицам тбилиси сняла ли я из машины видео что я хочу вам рассказать друзьям грузии за последние дни очень выросло число инфицированных на данный момент грузия оказалась в красной зоне от коронавируса скончался дядя моего мужа детский хирург у меня есть видео поездка в западную грузию мы ездили на похороны и кто не посмотрел пожалуйста посмотрите это видео скончался еще один родственник моего мужа молодой парень ему было 50 лет всего так же скончался мой родственник в западной грузии не бегле ли он же он был такой очень здоровый крепким здоровые мужик ну вот откуда-то заразился этим вирусом и он к сожалению скончался в грузии у нас пока принудительной вакцинации нет у кого есть желание они вакцинируются вакцина на сто процентов не защищает конечно от вируса но врачи говорят но что если заболеет вакцинированный человек то он заболеет в легкой форме болезнь будет проходить в легкой форме и больной не попадет в реанимацию и не понадобится аппарат искусственного дыхания вот так объясняют инфекционисты нам друзья грузию нам завозят четыре вида вакцины может их нельзя перечислять я не буду перечислять но если кому интересно напишите в комментариях я отвечу и люди сами выбирают такую вакцину они хотят какой вакцины хотят привиться моей семьи первыми вакцинировались мой муж и мой старший сын они оба хирурги хирурги эндоскописты работают в клиниках здесь в твилиси и им провели в клинике вакцинацию значит реакции у моего мужа вообще никакой реакции не было реакция была у моего сына у моего старшего сына вот который врач-хирург значит вечером поднялась температура до 39 градусов и сильно очень сильно у него болели суставы он сделал прививку в пятницу в субботу ну в пятницу вечером как я сказала поднялась температура и он плохо себя чувствовал в субботу уже лучше ему было воскресенье еще лучше а в понедельник он пошел на работу как обычно тоже у него были операции и он себя чувствовал очень хорошо больше реакции ни у кого не было значит как я сказала я вчера сделала прививку сегодня второй день вчера у меня не было никакой реакции я боялась очень реакции и какого-нибудь осложнения так как у меня аллергический дерматит и поэтому я чуть-чуть боялась но никакой реакции у меня не было все прошло очень хорошо после прививки там где прививаются стационарах там есть комнаты ожидания там находишься после того как сделают прививку полчаса обязательно должны находиться вакцинированные люди в этой в этой комнате комната ожидания называется и после этого уже отпускают домой так как может не дай бог случится анафилактический шок или какая-нибудь такая реакция будет у пациента чтобы сразу приняли меры и помогли человеку вчера я тоже сидела в этой комнате полчаса и как только полчаса прошло сын ждал во дворе меня машине и я поехала домой вчера значит чувствовала себя хорошо и сегодня тоже себя чувствую очень хорошо жива здорово никакой реакции у меня не было а на вторую прививку я должна записаться где-то с 10 по 17 августа и мне сделают тогда вторую прививку ну надеюсь по время второй прививки тоже все будет хорошо ну что я хотела вам рассказать друзья всем вам желаю крепкого крепкого здоровья не болейте пожалуйста кто не подписался еще на мой канал пожалуйста подписывайтесь и ставьте лайки посмотрите это видео до конца посмотрите это видео до конца я вчерашнее видео тоже сейчас вам покажу если будут какие-нибудь вопросы пожалуйста пишите в комментариях и я обязательно вам отвечу на вопросы до свидания до скорой встречи друзья всего вам доброго и крепкого здоровья всем пока пока здравствуйте мои дорогие зрители везет меня на прививку мой младший сын еду на прививку на первую прививку и как всегда меня сопровождает моя одри посмотрим будет ли реакция как буду я себя чувствовать я все это вам расскажу у моего старшего сына была реакция была высокая температура болели суставы очень плохо себя чувствовал но на второй день ему уже стало лучше надеюсь все будет хорошо у меня пока пока а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...